Всем доброго времени суток! С вами канал Артмания. Сегодня мы с вами готовим бородинский хлеб. Ржаной наш хлебушек. Я давно обещала вам, что мы его с вами приготовим. И вот наконец-то настал тот день, когда мы с вами его готовим. Нам понадобится пшеничная мука, белая 200 грамм. 1 столовая ложка подсолнечного масла. 1 чайная ложка соли. 1 столовая ложка сахара. 1 чайная ложка кориандра молотого. И 200 грамм молки ржаной. Но для начала мы с вами возьмем какую-нибудь хорошую емкость. Нам самое первое надо сделать именно солод. Вот такой у меня солод ржаной. Кстати, очень ароматно. Его надо замочить в кипятке. У меня вот такие ложечки. Они, кстати, очень удобные. А поскольку я пеку в хлебопечке, то они очень нужны. Чтобы не переборщить, не переложить чего-то. И мы берем 4 столовые ложки солда. Это у нас получается 30 грамм. Вот он, солод. Раз. Сразу же берем ложку большую и 100 миллилитров кипятка. Заливаем все это кипятком и одновременно все это помешиваем. Именно одновременно. Все это надо перемешать. Сначала кажется, что воды слишком много. И думаете, ой, зачем же я так добавлю. Но нет. Это нормально. И даем ему немножечко остыть, настояться. Чтобы он разбух немножко, пришел в себя. Пока он у нас с вами настаивается. Вот он уже, смотрите, какой был водянистый. А стал уже такой кашицеобразный. Мы его оставим в сторону. Пускай он настаивается, остывает. А вот здесь вот наш судочек. Здесь у меня уже дрожжи. Разведенные с двумя чайными ложками сахара. Сначала я дрожжи перемешала, развела. Потом они у меня на водяной бане настоялись. Вот как раз я добавила сахар. И вот они уже поднялись немножечко. Уже готовые. То есть дрожжи вот такие вот я использую. Мне очень нравятся они. От них, от этих дрожжей, нет лишнего аромата самих дрожжей. Вот этот вот неприятный запах. Они очень, очень хорошие. Они продаются в Ашане. И стоят они где-то 5-7 рублей. Здесь 12 грамм. Вот. Потому что сейчас во многих даже 10 грамм нету. Там 11, ой, господи. 9-8 грамм вот сейчас обычно. Мне очень они нравятся. Вот. В 100 миллилитрах. И так же мы еще добавляем сюда еще 100 миллилитров. Вот. У нас получается с вами воды на 220 миллилитров. У меня здесь 100. И здесь вот где-то 120. Обычной воды добавляем. Ну и отдельно кипятка у нас была. Это отдельная вода. Тоже 100 миллилитров. Вот. Сейчас мы с вами подождем, пока наша масса остынет. Потому что здесь у нас все-таки дрожжи. Судочки. И они не должны соприкасаться с кипятком. И как раз сейчас он не остынет. Тут и мы с вами продолжим. Ну вот. Наш сол тоже почти остывает. Пока он остывает, мы с вами сейчас добавим в наш судочек наше подсолнечное масло. Столовая ложка. Соль чайная ложка. Сахар столовая ложка. И кориандр чайная ложка. Молотый кориандр. Вот он наш солод. Такой он кашеобразный. Мы его выливаем в судочек тоже. Можно немножечко перемешать все. Так, теперь мы берем большую чашку. И поскольку у нас с вами две муки разные, то мы их должны с вами смешать. Высыпаем муку. О, пошел. Как будто дымочек прям. И пшеничную муку. Чтобы у нас не получилось, что одна сверху, другая снизу. Все это перемешиваем. Получается, у нас с вами здесь 400 грамм муки. Поэтому берем большую чашку. Так, теперь мы ее с вами будем просеивать. Накладываем сюда ее в такой стаканчик. Тут мы разравниваем. И отправляем сейчас хлебопечку в наш судочек. Так, ну вот у нас прошло 15 минут. Вот так она выглядит. Довольно хорошо. Все промешалось. Все отлично. Вот такая жестенькая. И теперь ждем. Осталось у нас час и 17 минут. Так, ну вот смотрите. Тесто наше поднялось. Его я переложила. Видите? Вот оно какое. Теперь мы эту лопатку смачиваем в воде. Чтоб к нам не прилипало тесто. И разравниваем его вот так вот. То есть оно легло ровненько у нас. Опять вот прилипает. Оп, окунаем. И его разравниваем. Самое главное, чтобы хлеб не заходил вот сюда. Если он сюда зайдет, на эти бортики, то он будет с трудом выниматься. Вот. Он не должен заходить. Поэтому мы его разравниваем. Тут у меня, видите, меньше. Тут уже побольше. Да, нужно уже покрутить. Также форму эту я смазала подсолнечным маслом заранее уже. Форма у меня из фикс прайса. А выравниваем его еще для того, чтобы, допустим, вы вынимаете хлеб. И тут у вас оказывается, что вот тут какой-то угол. Половина он не лег как положено, а там какая-то дыра сбоку. То есть это не совсем приятно. Поэтому мы его выравниваем. Так вот выравниваем. И его можно накрыть сейчас пищевой пленкой. Оставить на какое-то время. Или можно положить, допустим, в духовку. На самое-самое минимальное градусы теплоты. То есть на самое маленькое. И чтобы он там потихонечку, потихонечку будет его обогревать. И потихонечку он будет уже подниматься, само тесто. Потому что нам надо сейчас, чтобы оно поднялось. Потому что оно вот тут, видите, и с этой стороны, и с этой стороны. То есть мы его немножко прижали на данный момент. Оно должно подняться можно. Ну вот он наш хлебушек с вами готов. Он немножечко поднялся. Я его отправила в духовку на 45 минут и 200 градусов. Вот он вот такой. Ну здесь вот он немножечко видно, что его складывали. Ну в этот раз получилось такое тесто. В следующий раз вы будете готовить, у вас может получиться совершенно другое тесто. Каждый раз готовишь по одному и тому же рецепту. И каждый раз получается все совершенно по-разному. Так что, ну в принципе, это не особо. Как бы неплохо, нехорошо. Ну поднялся вот. В принципе, бывает, могут подняться и больше. Вот. Сейчас меньше поднялся. Красивый, ароматный. Он сейчас горячий. Но давайте его все-таки, наверное, отрежем. Я вам покажу, какой он получился. Еще горячей становится, когда его режешь. Вот. Такой он получается. Черненький. Пар даже идет. Он очень-очень вкусный. Сейчас, конечно, его пробовать я не буду. Я прекрасно знаю то, что он очень вкусный. Он просто безумно вкусный. Ржаной хлеб. То есть, у вас дома, который вы приготовили сами. Без всяких там е-добавок. Ну и, единственное, естественно, дрожжи. Дрожжи, в принципе, можете приготовить такие же сами. И тогда у вас будет натуральный домашний хлеб. Ну, если еще, конечно, вы солод сами приготовите. Сделайте. И тогда уже, да, 100% будет натуральный хлеб. Вот. Давайте вам покажу. Вот он какой получился. Он остыл. А если же вы, допустим, тоже попробовать решили, он у вас горячий. И вы его все-таки решили отрезать, посмотреть, полюбопытствовать. То, чтобы он у вас полностью остыл, переверните его вот так вот. Вот этим вот местом вниз. И таким образом его можно оставить на всю ночь. Обычно я делаю хлеб на ночь. На ночь я его делаю вот так вот, если я отрезала, ставлю. Если я его не отрезала, то я кладу вот на эту, вот на верхушку его. Чтобы у нас вот здесь, вот с этой стороны все подсолнечное масло вышло лишнее. Не вышло, а подсохло. Вот. Ну, сейчас вот он жестенький. А вот, допустим, когда я готовила чайабатту, то бывает, что вот тут вот немного все мягенькое. Если он немножечко перележит в форме. То есть бывает вот так вот. Я его обязательно кладу вот так. И на всю ночь с утра мы с сыном встаем и начинаем его кушать. Вот. Вам приятного аппетита, если вы его приготовили. Я надеюсь, что вы его приготовили вместе со мной. Мне будет это очень приятно. Также вы можете свои комментарии оставить под этим роликом. Фотографии вы можете ко мне прислать вконтакте. Либо на почту. Они у меня есть там. Еще будут, кстати, в описании, наверное. Я оставлю их в описании, наверное, в комментарии даже оставлю. Чтобы вы могли мне написать, в случае чего, если у вас что-то не получилось. Потому что, когда я начинала печь хлеб, у меня очень долго ничего не получалось. И был даже аромат какой-то не такой хлеба. Не такой, как в магазине, например, или в пекарне. То есть у меня какой-то был другой, непонятный. Что-то непонятное вообще у меня получалось. И в какой-то момент, только спустя какое-то время, у меня начало получаться нормальный хлеб, который можно есть. То есть, этому учиться тоже надо. Вот. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии. О том, как вы его приготовили. Ну, это хлеб немножечко сложновато. Здесь много ингредиентов. Поэтому, по сравнению с чаобатой, она, конечно, проще. Вот. Также смотрите мои другие ролики. Да, вот чаобата мы вместе с вами готовили. Он чуть ниже там уже выложен. Также шарлотку с вами готовили. Щи. Варенье, по-моему, только не готовили, наверное, да. Вот. Много чего с вами готовили. Также у нас есть влоги, как мы с сыном живем. Моему сыну два года. С мелочью. Вот. Как мы с ним живем, как он у меня развивается. Как мы с ним гуляем, как проводим время. Вот. Также мои видеообзоры на какую-то технику. Вот. На продукты из фикс-прайс, из обычных магазинов. На шоколадки там всякие. Всякие там вкусняшки. Вот. Обязательно смотрите. Пишите там комментарии свои. Именно под роликом в ютюбе. Не где-то там, где он был опубликован. А именно в ютюбе. Мне будет приятно прочесть. Я очень люблю ваши комментарии. Вот. И всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok